Достигай Израиль и весь мир Баруха Шем, возлюбленные, да будет благословенно имя Господне. Синтия, сегодня мы будем говорить о том, как нам войти в более глубокие отношения с Господом в Духе, становясь даятелями и слугами. Я считаю, что это актуально сейчас. Глядя на современный западный мир, мы спрашиваем людей, с чем они отождествляют себя в религиозном плане, и многие говорят, что они духовны. Они имеют в виду, что у них есть свои уникальные отношения с Богом, без какой-либо общины. Иными словами, они не ищут Бога с другими людьми. Они просто хотят переживать какую-то духовную встречу, которая начинается и заканчивается на них. Но когда мы живем с таким изолированным менталитетом, мы упускаем многое. Для того, чтобы войти в глубины Духа, мы должны быть слугами, служить миру. Сегодня у нас будет чудесное послание для всех, кто подключился к нам. Я в полном восторге. Очень рада быть с тобой. Сегодня мы углубимся еще больше в богатство Божье. Знаешь, когда ты говорил об этом, я увидела сундук с сокровищем. В каждой из нас есть сундук с сокровищем, который там поместил Господь, создавший нас. Это действительно сокровище. И сегодня Он хочет дать вам откровение, чтобы вы увидели сокровище, которое находится внутри нас, красоту Отца внутри каждого. Спасибо, что присоединились сегодня ко мне на изучение Божьего Слова. Мы изучаем одну из моих любимых частей Слова Божьего. Я напоминаю вам об этом каждую неделю. «Песни, песни» — это уникальная книга во всем Писании. Она показывает, чего нам ожидать, какие этапы мы должны пройти в развитии наших отношений с Хошемом, Богом Отцом, через Зайшуа, Царя Иисуса. Я не буду вспоминать то, что мы рассматривали ранее, а советую вам посмотреть предыдущие выпуски этого цикла. А сейчас я хочу вернуться к концу первой главы. Мы видели, что Суламита перешла на новый уровень отношений с Богом. Ее сердце открылось. Она пережила эмоциональную встречу с Ним, и это так благословило ее, что она сказала, «Я хочу вечно быть с тобой. Я хочу, чтобы суть моей жизни была лишь в тебе. Приблизь меня к себе, чтобы идти по жизни вместе. Ты моя участь». Она пылала любовью к жениху. Но со временем она почувствовала, что отделилась от Него. Я говорил о том, как это касается нашей жизни. Часто в ранних днях хождения с Богом, когда мы только принимаем спасение, нам кажется, что Бог рядом. Но со временем многие из нас оказываются в месте, где нам кажется, что источники воды засохли. Или мы не ощущали такой эмоциональной связи с Духом, которая была, когда мы только познали Его. И именно на этом перекрестке мы и оказываемся сегодня. После таких чудесных переживаний, когда Суламита рассказывала о том, что царь привел ее в свои палаты, где ее сердце открылось Его любви, и она пережила встречу с Ним, вскоре после этого она обращается к Нему и говорит, «Где ты?» И Иисус отвечает ей, «Если ты не знаешь, о прекраснейшая из женщин, то позволь мне рассказать тебе». Вот на чем мы закончили на прошлой неделе. Это первая глава, восьмой стих. И первое, что Он сказал ей, «Будь в общении с другими детьми». Он говорит, «Если ты не знаешь этого, прекраснейшая из женщин». Он говорит, «Во-первых, ты должна сделать вот что. Ты хочешь быть близко ко мне? Хочешь больше сотрудничать с Духом Моим? Делай вот что. Иди себе по следам овец». Я говорил в прошлом выпуске, что мы должны быть в общении с другими детьми Божьими. Пойдите на курсы изучения Библии. Если вы не можете выйти из дому, пригласите людей к себе домой, чтобы пообщаться с ними. Вы можете молиться с другими по телефону. Если вы можете ходить, найдите общину, чтобы работать с ней. По правде говоря, суть наших отношений с Богом не только в Нем и нас. Сегодня множество людей называют себя духовными. Под этим они имеют в виду, что их духовность — это вопрос между ними и Богом. Но они не осознают, что большая часть их духовности не связана с Богом, а просто является фокусом на себе. Настоящая духовность в Царстве — это не когда вы живете сами. Та жизнь, к которой мы призваны. Это жизнь в Царстве. Царство — это часть служения Царя. Иными словами, Царство — это не только Бог и один человек. Оно включает в себя Бога и всех его людей. Как я говорил в прошлом выпуске, именно по этой причине послания Павла были обращены не к конкретным людям, а к телу верующих. К церкви в Ефесе, к церкви в Фессалониках, к церкви в Каринфе. Они все связаны с телом. Кто-то рука, кто-то нога, кто-то ухо. Все мы играем разные роли, чтобы служиться друг другу. Мы не можем принять жизнь Царства наедине. Это не работает. Мы призваны принимать Божий Дух через жизни других Его детей. Вы даете что-то мне, я что-то вам, мы часть тела. Он говорит Суламите, «Ты чувствуешь себя оторванной, но ты должна понять, что для того, чтобы постоянно ощущать меня, ты должна сотрудничать с моим народом. Станьте частью общины». Я хочу бросить вам вызов, чтобы вы в той мере, в какой можете, в зависимости от состояния здоровья, возраста и прочего, искали общину. Если вы думаете, что можете сделать все сами, вы упустите многое из того, что Бог желает сделать в вас и через вас. Он дал каждому из нас дар. Он хочет, чтобы мы использовали свой дар и были благословением для других. Люди думают, что для того, чтобы быть богатым, нужно обладать многими вещами. Но есть множество людей, которые обладают множеством вещей и при этом являются банкротами в душе. Мы можем вспомнить истории людей, которые были богаты, жили в огромных особняках и все свое время проводили в спальне, лежа на кровати или наедине. Они были подавлены в уме и душе. Почему? Потому что были одиноки. Послушайте, богатый человек — это не тот, кто владеет всем. Богатый человек — это человек, который дает больше всего. Иисус сказал, что лучше давать, чем получать. Иисус обратился к этой женщине, которая не переживала Бога так, как хотела. Он дал ей способ исправить это с та частью общины, его стадо. Он хотел, чтобы она была там для того, чтобы давать. Богатый человек — это тот, кто дает. Бог создал нас, чтобы мы были благословением для других. Задумайтесь над этим. Бог создал нас не для того, чтобы мы накапливали вещи для себя. Это неправильный менталитет. Бог создал нас, чтобы давать. Бог так возлюбил мир, что отдал. Блажение отдавать, чем получать. Если мы с вами хотим жить в духе, ощущать близость и связь с Иисусом, мы должны быть частью общины, которой мы можем что-то дать. Вы можете думать, что ваш вклад маленький, но поверьте мне, это не так. Если вы будете использовать дары и таланты, вы не должны говорить, у меня есть такой и такой дар. Просто будьте собой, старайтесь давать и быть благословением. Это важный момент, возлюбленные. Я знаю, что это звучит просто и не особо захватывающе, но в этом есть сила. Мы должны иметь связь с другими верующими и искать пути, чтобы быть благословением. И когда мы поступаем так, Дух Божий течет через нас. Кроме того, мы будем получать духовный заряд от других людей, с которыми мы связаны. Давайте продолжим читать. Сначала он говорит, «То иди себе по следам овец». Во-вторых, он говорит вот что, «И паси козлят твоих». Это связано с тем, о чем я только что говорил. Это связано со служением. «Пасти» — значит служить, заботиться о людях. Когда Петр встретился с Иисусом после того, как он воскрес из мертвых, Иисус трижды сказал Петру, «Петр, любишь ли ты меня?» Петр ответил, «Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». И тогда Иисус сказал, «Петр, если любишь меня, паси мой народ, паси моих овец». И то же самое касается сегодня нас с вами. Чтобы ходить с Иисусом, ходить рядом с Ним. «Мы должны служить людям, должны пасти людей». Вы можете сказать, «Я не пастор». Я знаю, что многие из вас не пасторы. Но я хочу спросить вас, «Есть ли кто-то, кому вы можете помочь?» Иисус сказал, «Паси моих овец». Возможно, у вас есть внук, которого вы можете наставить в делах Господних. «Моя жена Синтия, которую многие из вас знают, пришла к Господу благодаря своей бабушке. Бабушка рассказала ей об Иисусе. Для нее бабушка была основанием веры. Ее бабушки уже давно нет, но то, как она поделилась с ней Иисусом, привлекло Синтию в веру и в царство. Я знаю, что большинство из вас не пасторы, не лидеры собраний. Возможно, есть кто-то, кому вы можете послужить и ободрить. Найдите кого-то. Бог даст вам кого-то, кому вы сможете послужить, стать благословением». Иисус сказал Суламите, «Если хочешь быть рядом со мной, ты должна наставлять кого-то, должна служить кому-то». Я знаю, что некоторые из вас думают, «Я еще не зрелый духовно». Я не особо знаю Библию. Знаете, сделайте все, что в ваших силах. Бог будет использовать и благословлять вас в этом. А вот и третье, что Он говорит ей, «Подлишатров пастушеских». Он говорит ей, «И паси козлят твоих подлишатров пастушеских». Это означает, что вы не должны быть тем, кто бунтует против всякой власти и кто критикует. Многие люди приходят в церковь и после проповеди они садятся в машину и начинают осуждать то, что было на служении, жаловаться на то, что сказал пастыр. «Возлюбленные, следите за своими устами. Я знаю, что не все в мире совершенно, не все и не все. Я знаю, что в церкви не все совершенно, что у нас есть проблемы с лидерами. Я это знаю, и это раздражает. Но это не отменяет того, что Господь работает через власти. Ведь без власти все превратится в хаос. Бог использует власть, чтобы принести порядок в хаос. Мы должны признавать, что Бог работает через принцип власти. Работайте в смирении». Я здесь для того, чтобы сказать вам сегодня, что Иисус дает вам этот шанс. Это может быть ваш последний шанс, чтобы действительно прийти к Нему. Сегодня в Кимане, в Кении, Иисус здесь. Он хочет знать, кто любит Его, кто ожидает Его возвращения. Многие из вас никогда не принимали Иисуса по-настоящему. в свою жизнь. Если Бог обращается к вам сейчас, и вы знаете, что должны ответить на этот призыв и принять Господа Иисуса, то поднимите свою руку сейчас. Вчера мы ездили в Киману и встречались со многими людьми. Я удивился, когда увидел, какая большая толпа пришла послушать проповедь Равина. Когда я увидел все это, то очень обрадовался. Я хочу, чтобы Равин вернулся, чтобы еще больше людей спаслось. Давайте продолжим. Мне нравится следующий фрагмент во второй главе. Вот Слово Божие. Я понимаю, что не всегда легко понять, кто говорит в данный момент. У нас есть два персонажа. Царь — это прообраз Бога Отца через Иешуа и Суламита, который является прообразом нас с вами. И стихи не всегда показывают, кто именно говорит здесь. Бог Отец или Суламита церковь? Я постараюсь помочь вам разобраться. Возможно, вам стоит сделать заметки. Давайте начнем с первого стиха второй главы. Суламита говорит «Я нарцисс или роза, саронский лилия долин». Интересно, что с этим стихом связан одиннадцатый стих первой главы. «Доколе царь был за столом своим, нарт мой издавал благовоние свое». Что это означало? Возлюбленная. Она знала, что прекрасна для Бога. И когда она начала обретать уверенность в Божьей любви, ее сердце начало открываться, и красота, которая была в ней, начала проявляться. Я знаю, как в моих отношениях с Синцией, когда я возрастал и обретал уверенность в себе, я начинал любить ее все больше и больше. и чем больше я любил Синцию, тем больше она открывалась мне, тем больше проявлялась ее личность, ее внутренняя красота. И вот что она пережила здесь. «Доколе царь был за столом своим, нарт мой издавал благовоние свое». А затем она говорит, «Я нарцисс Саронский, Лилия Долин. Вы прекрасны для Господа. Бог желает, чтобы вы знали это». Знаете, она не просто говорила это о себе. Далее в истории мы видим, что Иисус подтверждает ее славу. Обратите внимание на то, что Иешуа отвечает ей, «Что Лилия между терновником, то возлюбленная моя между девицами». Иными словами, он говорит, «Ей ты особенная, ты выделяешься для меня, и вы тоже возлюбленные». Независимо от того, мужчины вы или женщины, вы выделяетесь для Господа. Нам трудно понять, как каждый из нас может быть настолько уникальным и особенным, но это так. И однажды, возлюбленные, мы поймем это в полноте. Я хочу, чтобы вы были уверены в этом. Часто я вижу людей, которых нельзя назвать особо привлекательными, но благодаря уверенности в себе, благодаря любви, которую проявляли к ним, они имеют уверенность. И хотя их нельзя назвать красивыми, только по их внешнему виду, благодаря той уверенности, что есть у них, благодаря любви и уверенности в этой любви, которая дала им идентичность, они имеют уверенность. И благодаря этому их внешний вид меняется, и они начинают казаться привлекательными, возлюбленные. В этом красота любви, Божьей уверенности. И поэтому я призываю вас к такой же уверенности в Боге, как у Суламиты. послушайте, что она говорит о себе. Я нарцисс Саронский, Лилия Долин. Она не хвалилась. Иисус отвечает ей, что Лилия между тернами, то возлюбленная моя между девицами. Я призываю вас, пусть в вас будет уверенность Божья. Я знаю, что иногда мы боимся думать о себе выше, чем должны. Мы боимся думать о себе хорошо, потому что боимся, что это будет гордыня. Но поступая так, мы не пускаем то доброе, что Бог дает нам. Иногда у меня бывают хорошие мысли о себе, но я боюсь впустить их, потому что я не знаю, от меня они или от дьявола. Я боюсь, что если я пущу хорошую мысль о себе, которая не от Бога, то наполнюсь гордыней. И тебе придется исправлять меня, наказывать меня. Я сомневаюсь в том, чтобы принимать хорошие мысли о себе, но Господь показал мне, что некоторые мысли обо мне, хорошие мысли, на самом деле не от дьявола, а от него. Я хочу укрепить себя и хочу, чтобы ты согласился со мною. Послушайте, что Иисус сказал ей. Она думала о себе. Я нарцисс Саронский, Лилия Долин. И после этого Иисус подтверждает ее слова, что Лилия между тернами, то возлюбленная моя между девицами. Я хочу ободрить нас. Давайте верить в то хорошее о себе, что нам дает Бог. Отче, помоги нам различать, когда к нам приходят мысли о нас, которые ты даешь, как Суламита, которая открыла свое сердце тебе. Она знала твою любовь к ней. Она начала говорить позитивно о себе. Боже, помоги нам подтверждать то хорошее, что ты показываешь нам. Отче, некоторые из нас жили в таком осуждении, что нам неестественно иметь хорошие мысли о себе. Мы так боимся гордыни, что не хотим впускать хорошие мысли. Отче, мы разрушаем всякую ложь врага. Отче, помоги нам принять мысли красоты и любви. Боже, помоги нам принять мысли о мужественности для мужчин и мысли о женственности для женщин. отче, помоги нам согласиться в том, что ты говоришь о нас. Отче, мы просим помочь нам отделить то, что хорошо, чисто и истинно от того, что от врага, чтобы мы не соглашались с тем, что не от тебя. Мы не хотим соглашаться в гордыне с дьяволом. Отче, я верю, что есть вещи, которые ты хочешь провозгласить над нами и нам в своей любви. Но мы боимся, что впадем в гордыню, поступив так. Отче, помоги нам войти в полноту того, что ты приготовил нам. Надеюсь, вы поняли меня. Я хочу, чтобы вы понимали, что уверенность в Боге, которая была у Суламиты, может быть, и у нас с вами. Мы должны знать, что мы прекрасны и сильны. Она говорит, что яблони между лесными деревьями, то возлюбленный мой между юношами. В тени ее люблю я сидеть, и плоды ее сладкие для гортани моей. Я хочу, чтобы вы поняли, что она наслаждалась обществом Бога. Она говорит, в тени ее люблю я сидеть, и плоды ее сладкие для гортани моей. Она наслаждалась покровом Отца на своей жизни. Это было подтверждение его любви. Она просто наслаждалась Богом. У вас было такое время, когда вы просто наслаждались Богом. Бывают моменты, когда я включаю песни поклонения, ложусь на диване и просто наслаждаюсь Богом, Его присутствием, поклонением Ему. И вот что мы видим здесь. Она просто радуется в этих отношениях. Послушайте, она говорит о Господе так. В тени ее люблю я сидеть. Она ничего не делает, просто наслаждается. И плоды ее сладки для гортани моей. Он ввел меня в дом Кира, и знамя его надо мною любовь. Она была уверена в том, что защищена. Обратите внимание, что находясь в его любви, и она говорит, знамя его надо мною – это любовь. Знамя – это покрытие. Это не что иное, как победа. Она знала, что была в безопасности, защищена любовью Божией. Я хочу ободрить вас сегодня, возлюбленные. Знаете, что знамя Хошема над вашей жизнью, знамя Бога Отца в Его Сыне Иешуа – это знамя любви. Иисус сказал, «Я всегда с вами не оставлю вас и не покину. Ничто не сможет навредить вам. Я хочу, чтобы вы знали, что Бог прикрывает вашу спину. Вам нечего бояться. Он знает число волос у вас на голове. Не бойтесь ничего, потому что над вашей жизнью поднято знамя победы. И это знамя любовь». Ну а мы как всегда увидимся с вами на следующей неделе. Шалом! Я на Масличной горе. Завершим передачу благословением. Бог сказал, чтобы мы благословляли им его народ. В книге чисел Бог повелел Моисею и Аарону говорить эти слова над народом его, и тогда он запечатлеет свое имя на них и благословит их. Я ва рехехе я ва и шмар э ха ха Субтитры создавал DimaTorzok Благословит вас и сохранит Пусть Господь презрит лицом своим на вас И будет милостив к вам Да обратит Господь лицо свое на вас И пусть Бог Отец продолжает непрестанно давать вам Божий мир Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле То, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного Позвольте нам молиться о вас Присылайте нам на сайт ваши молитвенные просьбы Или пишите на наш почтовый адрес Наша команда молитвенников молится за каждую нужду в отдельности Когда вы получите ответ от Бога Или если Бог коснулся вас через наше служение Вышлите нам свое свидетельство Мы хотим радоваться вместе с вами Ваше свидетельство вдохновит других Мы побеждаем кровью Агнца и словом свидетельства своего Сегодняшний выпуск заканчивает цикл «Тайны песен песни» сезон второй Если вам понравился этот цикл и вы хотите приобрести экземпляр Зайдите на наш сайт или позвоните нам по телефону Вы получаете назидание в вере и обновление через проповеди Равина Если вы получаете благословение через проповеди Равина Шнайдера Мы приглашаем вас стать нашим партнером Достигая Израиля и весь мир Заходите на наш сайт или позвоните нам по телефону на экране Чтобы стать партнером служения Равина Снарядить тело Христа, созидать церковь и благовестовать этому миру Благодаря вашей поддержке служение, узнавая еврейского Иисуса Сможет достичь мест, которые мы не смогли бы достичь без вашего участия Вместе мы производим перемены и готовим путь для возвращения Царя Иисуса Возлюбленная, вы можете быть из Африки, Индии, Израиля или США Все это не имеет значения Все мы идем одним путем, если следуем за Отцом через Иешуа Мы преображаемся в Его подобие Переживаем личную трансформацию И для этого нам приходится прилагать серьезные усилия Мы должны быть послушны Бог проводит нас через определенные испытания, чтобы поднять на следующий уровень И одно из испытаний, которое все мы должны пройти, это поставить Его на первое место в вопросе финансов Это испытание веры, доверия и личного отречения Иисус сказал, что если мы не возьмем свой крест, не отвергнем себя и не последуем за ним, то не сможем стать его учениками Я хочу призывать вас сегодня Давайте поставим его на первое место в своих финансах Если Бог-Отец использует нашу передачу для того, чтобы благословить вас, подумайте над тем, чтобы пожертвовать финансы на наше служение Шалом! Если вы хотите стать нашим партнером, то отправите свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране Для пожертвований кредитной картой позвоните нам по номеру 800-37-7835 или отправьте СМС Или же вы можете сделать это на нашем сайте В знак благодарности мы вышлем вам аудиопроповедь Равина Шнайдера и наш информационный бюллетень Ваше даяние принесет Божие спасения в Израиль и весь мир через интернет, телевидение и Крусейды Свои СМС-сообщения вы можете присылать нам на номер 4537-7 На земле многие из нас верны Господу финансам Если вы желаете почтить Господа своими финансами, отправившись на небеса, зайдите в раздел «Завещание» Телепередача Равина Шнайдера «Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на YouTube Равин – еврейский, верующий в Мессию Иисуса Слушая и применяя принципы этих уроков, вы получите откровение сегодня для вашего лучшего будущего Посетите YouTube сегодня и подпишитесь на канал «Узнавая еврейского Иисуса» Также убедитесь нажать на значок колокольчика рядом с кнопкой «Подписаться» Чтобы получать уведомления и не пропустить ни одного эпизода Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова